приветик не спящие все остальные любители животных наверняка многие из вас видели эту херню поэтому не будем особо-то задерживаться в меню просто на днях вышел третий эпизод и что-то вот как-то срочно надо в это поиграть появилось такое желание со скидочкой хотя и не факт всю ночь ветер скребся в окно когтями он бродил по полям и завал голодным зверям бесконечная песня велась словно веревка расплетенные самых разных тонких и в крючевых насмешливых голосов казалось они кричат и смеются и спорят о чем-то доносился по снегу отбрасывая длинные тени на нет о походили подходили кровати то отступали дом жил своей жизнью скрипучей жизнью старых зданий которые помнят столько всего будто пытаются рассказать великолепные составы предложения прям так нравится прям ух замечательно один дом глядел на лес очищу бы смотрела в ответ своими глазищами дуплами и шуршала шумела кивалась кто писал этот бред не звучит же даже и кстати да и кто переводил просто обожают слова чищеба вот зачем такой неважно меня наконец-то выходные и общаться от меня только что поел и на самом деле собирался пойти спать ночью тут игра подвернулась и можно выйти постоять у кромки леса но обычное дело вообще не можно выйти и постоять у кромки леса просто чтобы убедиться там за кривыми деревьями никого нет смутные мотающиеся на ведру силу это не причинят вреда это же игра света и тени простая такая игра вернее просто такая игра а курсе что это лишь мое воображение мне ведь уже двенадцать тени факт но все же а лиса слишком тихо или нет все вроде нормально дайте мне посмотреть насколько это громко вообще пойдет один из самых шикарных персонажей в этой игре это конечно же безусловно леса понял ты маленький ублюдки видимо так сколько раз говорила не читай за столом вредно сидишь сутулился весь да ладно тебе чудо копалось убрать не хочу может уж не убирать правильно правильно можно же можно я так надеялся что можно будет не убирать ну чё теперь ну что теперь тебе еще надо частая тварь отложил книгу о похождениях конана все равно прочитал одну и ту же строку три раза два бабла оля уже позавтракала взяла из-за печенья хрустел с аппетитом как девочка из рекламы а еще еще расскажешь смешного я все бурал взглядом манку словно надеялся что она рассосется сама по себе вот кстати зря вы так манной каш относитесь мне она нравилась когда-то давно смутная тревога распирала все из-за бессонной ночи черного леса огибающего двор и угрюмого ветра чем дольше я тянул тем холоднее становилась комковатая белая масса будто медуза из подводной одиссея кустов обожаю эту передачу интересно на дне океана очень жуткая а ночью в холодном черном лесу опа но кто-то придет мать плеснула студионом взглядом зеленых глаз что ты тварь я достану тебя настроение такое да 10 секундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей я нащу по ложку приятно а что это такое нацарапано снизу на столешнице карина это же имя матери видимо она в детстве накоря была чем-то острым учитывая то что это находится под столом она под ним явно лежала просто сидя под столом такое не накорябываешь ну либо очень придется постараться и довольно долго просидеть оказывается хулиганкой было мебель портила меня бы она из-за такого недели ругала напомнить ее шалости не то-то она не в духе в последнее время я вопрошал как она моя ровесница сидела здесь под столом интересно в детстве мама боялась темноты шороха на чердаке а лесных дебрей начинается а уж к заходил спальню к моей маленькой матери садилась на край кровати где теперь спала оля и рассказывала мягким крощом голосом что тайга особое место да она к тебе присматривается принюхивается а уж таки тиховато как-то дайте-ка я погромче сделаю пусть трындят погромче трындите погромче она была ласковой никогда ни с кем не ссорилась не ругалась когда не было этих криков до глубокой ночи разбитой посуды и взаимных обвинений в то время наши родители еще любили друг друга у меня случайно послушал родительский разговор и выяснил что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах или похоронах купила себе групп какое приобретение и назвала его гробиком он стоял щелание словно терпеливо ждал черный с обивкой цвета мясо это я увидел потом когда ее хоронили дом остался таким же как и мы был при бабушке только фотографии все убрали куда-то застекленные снимки серыми лицами моих предков у всех плоские но зарки не живые глаза я выбрался из-под стыла оля расправилась печенье мы и как хитрый зверек поглядывала на мою порцию я бросил взгляд на заиндевевшую окно наружу темнели сосны но не они привлекли мое внимание момент клей момент правда настроение весело еще надо вдоволь почесаться особенно когда в кайф январский узор складывался в картинку ну да вон она смотри какая шикарная вон похоже на артические иллюзии на задних обложках тетрадок вроде мешанины с черточек но если присмотреться и посмотреть под определенным углом на улице на стекле смотри вот нос вот ну-ка доедай шурать я сказала капец как меня такие раздражают да да сейчас я я ты открой глаза живо совсем немного осталось он что тебе трактор немного ему осталось как это вот если не похоже а я говорю похожи похоже тварь похоже похоже прекратите ну что за дети чуть и не нравится дети разговаривают и чего вмешиваешься иди отсюда теперь я не мог отыскать лису она исчезла ну да она сбежала как бы ушла лишь узоры ползли по стеклу похоже на вытянутые листья крапивы на кухню вошел батя большой не торопливый листья крапивы эх воспоминания помнится я как-то упал в листья крапивы с дерева прям в кусты в крапиву на спиной без одежды было весело когда вырасту буду как он бардачу только причасток вы же не делай мать шутя все просила отца ну сбрей колется же действительно как давно это было теперь каждый день грохот дверей и мстительная колкости поля зажимала ушел когда за стенкой раздавались голоса ради чего это все ради вас отвечал отец ради семьи я ловил каждый звук и боялся услышать страшное истинное слово на букву r развода я хочу продолжать боюсь что нас сестрой разлучат разведут по разным семьям охренеть пошли покажешь опять ты со своей совой ну ты откуда вот именно никто ключи от машины не видел сова унесла вроде оставлял на подоконнике вроде 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 вот тваря вроде взрослый мужчина отец твоих детей а вроде вот прям ее надо отругать перестань пожалуйста карина ну сдержался но мужик не спокойно собраться вот именно в корзине твои ключи возле телефона ах так она еще и в курсе была ну вообще тварь огромное тебе человеческое спасибо антон ешь быстрее а то как мученик сидишь улетела не было там никакой совы хватит звездить было о аж горю было как интересно поле вскочила со стула и приставила руки к лицу показывая пальцами глаза каждую величину села в прошлом году бабаев шкафу сейчас сова она переводила взгляд социана мать потом на меня но нигде не находила поддержки и зря а ты не думала подружиться с ней нет вымышленными мышами покормить например не подначил ребенка это наверно один из немногих моментов когда я буду на стороне этой твари пожалуй просто мало еще и спать 1 боится а вот это неправда полика признала губы и а опрометью вылетела в коридор скрепила лестница ведущая на второй этаж мать строго посмотрела на цель вы ее конечно рисовали типичным женщины 90-х ох этот взгляд как же неуютно под его прицелом отец лишь фыркнул и ушел звеня связкой найденных ключей пустая минутная из дома раздалась мелодия из русалочки и была затертая до дыр кассетная пленка которую отец уже склеивал однажды щами все просто их можно починить или склеить как быть с отношениями ну можно дровишко подкинуть и будет нормально какое-то время мать ушла в гостиную я остался один обеспокоенно поглядывая в окно с тех пор как мы переехали в этот старый дом оля плохо спала ворочалась в постель или съеживалась клубочком под одеялом раскакивала среди ночи чтобы включить видеомагнитофон мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родители а потом оля привиделась это огромное крылатая чудовище за окном она стала одержима сову и вы только родители не делали на какие ухищрения не шли чтобы искренить ее страхи оля напрочь отказывалась спать одна и не верила то сама была всего лишь дурным сном после сегодняшней ночи не было самому интересно как теперь относятся к слова вернее относиться к словам сестры могут ли кошмары быть заразными прошлой ночью я лежал без сна и думал о том что ждет меня в новой школе до занятий оставалось несколько дней воображение рисовала длинные извилистые коридоры они приводили классу заполненному детьми на ученики за партами были темными силуэтами словно вырезанными по эту контурами а музыка начинает орать так что перекрикивает меня хотя вообще-то нет не перекрикивает все порядке посреди их черных лиц зияли круглые дыры а в дырах моргали глаза будто бы совсем другие существа смотрели на меня из-за плоских черных фигур и столько жестокости было в этих взглядах столько ледяной насмешки что я дрожал с головы до ног выживу ли я здесь не завьют ли меня до смерти толпой быстрые топчущие ноги вымазанные кровью ботинки написал эти предложения великолепно или я как-то не так читаю или что потому что интонация теряется и мне это ни хрена не нравится стоит отметить пусть бы она сгорела это чертова школа пусть бы хоть что-то случилось не важно что лишь бы не идти на уроки не встречаться с людьми которые только и мечтают дать оплеуху поставить подножку придумать очередное прозвище еще оскорбительнее чем предыдущие будто маячки делают меня чужаком каким-то монстром взмого взор мазнул по рисункам ну да это вообще редкость когда взор мажет по рисункам прям не часто такое встречается развешенным на стенах я не считал себя великим художником ну или просила повесить только вернее ну воля упроси попросила повесить только рисование меня хоть немного радовала в последнее время моим не моим немногочисленным друзьям тоже нравилось как я рисую а ведь они кстати обещали звонить иногда воображаю как мать снимает руку и говорит холодно вы не туда попали или антона нет антона нет я представлял своих будущих одноклассников и одноклассниц которые как и я лежали в эту минуту в кровати слушая вой невидимых оборотней за окном странный мальчик который во время сна думает о том что его одноклассники мечтают о том что у них за окном есть оборотни великолепно быть может я все-таки понравлюсь новому классу вообще нравится ребята в очках огромными линзами отец в детстве носил очки а теперь он женат на красивой женщине в мире вернее на женщине это же просто женщина дом заскрипел под напором ветра наш прежний дом бетонный 9 этажный жужжал соседским перфоратором почти как мой угнел телевизором за стеной плакал на взрыв из-за квартиры многодетного семейства и перешний дом был совсем другим днем тихий покладистый тени отдыхают в углах в паутине чуланов под лестницей но ночью они просыпаются слишком много перечислений вот реально слишком много перечислений и запятых что-то смотрят на меня из-за угла будто фотографии мертвых родственников земляными глазами снова повесили на стену вместо моих рисунков кряхтят половицы стонут ржавые водостоки чердак населяют гулки сквозняки вот опять кстати вот хороший пример когда предложение можно развернуть обернуть его во что-то красивое но вместо этого просто три перечисления круто полно дом играет какую-то дьявольскую мелодию вдруг до меня дошло что я действительно слышу музыку причем играет она уже давно где-то далеко на самой границе восприятия пела флейта она словно сливалась с воем ветра с поскрипыванием старого дома с моими мыслями наконец я встал и поторопился к окну и собирался убедиться что нет никакой музыки что это лишь мое воображение что никто не может играть там холодной заснеженной ночи или ночи открыть парту я походу опять заболеваю да ух нехорошо и двух нехорошо а вот они дикие твари мне интересно кто вот это ну то есть понятно да медведь леса волк какая-то курица скорее всего сова а вот это кто поле кто-то танцевал черные фигуры едва различимые на фоне темного леса залитые лунным светом они резко подпрыгивали и и падали к сугробам катались снегу и ползали на четвереньках снова десять тысяч перечислений одного и того же это же так увлекательно к слову давайте для сравнения я вам приведу например предыдущую игру которую мы с вами поиграли замечательные вещи про молоко там обороты речи были веселее гораздо то есть в принципе сюжет и там и здесь классный мне он нравится и там и здесь но обороты речи именно там текст самонаписание гораздо лучше в молоке было вот серьезно история мне вспомнились история волках играющих под луной но это были не волки они вставали на ноги возили хоровод вздымая вихри снега растворялись во мраке и появлялись вновь творилось что-то странное прескотинеев беззвездной тьме распаляла воображение одновременно нагоняла тревогу вдруг музыка стихла отцующие застыли и я готов был покляться уставились на меня внезапно одна из фигур отделилась от странного карнавала теней и ринулась по пулю мощными прыжками преодолевая расстояние она скользила не оставляя вмятин на хрустком настя пока угольная тень дома не поглотила ночное существо став еще гуще и чернее сердце заметалось птицы в клетке и и отпрянул кровати успев рывком задернуть шторы меня видели страх окатил ледяным потоком стоя в темной комнате я слышал как снаружи возится и скребется незваный гость как он мечется по двору выискивая вход звук ушел вправо обогнал дом сейчас гость окажется на пороге я кинулся в постель и укрылся с головой словно дело могло меня защитить страх сковал мышцы я вдруг снова вспомнил о похоронах как бабушка лежала скрестив руки заострившимися чертами лица похожая на восковую куклу а по ножкам стульев на которые выдрузили гроб ползли муравьи я представлял тогда что они сберутся на голову бабушки лапками поднимать и вики и что-то явно точно не в порядке тогда бы сморщенные глаза глазные яблоки шевельнулись в гнездах и бабушка вновь бы увидела внуков там на похоронах я повторял какую-то наркоманию которую который она меня научила или уже под одеялом прислушался к скрипу и вою я шептал эти слова наркалыга шумы утихли и осторожно высунулся из-под одеяла чтобы увидеть как под потолку словно висельник колышется штора и тут ночь ошпарила меня новой порцией кипящего ужаса звук резанул по ушам что-то царапало входную дверь быстро-быстро скаблила когтями полотно требуя впустить его дверь заперта отец стал осторожным и вкрутил надежный замок помню как он долго и напряженно вглядывался в лес словно выискивал в нем кого-то мертвое к мертвому живое к живому трупы к трупам извиняюсь я поджал колени уткнулся в них подбородком и засверлил взглядом межкомнатную дверь такую хлипкую слабую перед мощью темноты и вдруг дверная ручка робко повернулась затем дернулась раз другой будто у того кто пытался открыть дверь не было рук ручка вновь кивнула и неожиданно защелкала бешено из-за страха у меня свело через тьмокрый пальчик он пили одеяло дверь заскрипела и открылась дом издевательский стонал ветром в жестяных водостоках сейчас ты увидишь дверь распахнулась тьма кишила в поражорливой пасти проема картошка кто-то зовет нас жрать словно сама ночь обращалась ко мне то хлопая черными крыльями то скрипя не смазанными петлями мрак был паутиной облепившей его комнаты я дрожал его кукань и ждал когда из черного провала выступит тот кто соткал паутину вот ее колбасит да мышцы живота заныли грудная клетка расправилась готовая выпустить отчаянный вопль но прежде чем я закричал темнота сбросила ты что охренел бледное лицо сестры выплывало из густ из густой тени я готов был скрикнуть от облегчения я не сплю что случилось да тут сама пролетала но соли сморщился нижняя губа оттопырилась верный признак что с секунды на секунду сестра расплачется какой кошмар вот страшно то да смотрит на тебя сова прогони ее тоже прогони пожалуйста зачем я так боюсь ну не бойся страх это вещь контролируемая в принципе страх только что терзавший меня упался притаился где-то в животе я обязан был успокоить Олю сон глупая не пугайся сны не кусаются никто тебя не обидит неправда из чего он взял что это был сон даже в ситуации не разобрался что за хех что глаз или нет нет это не глаз это просто пыль какая-то вот вот а жаль было прикольно Оля всхлипнула она изо всех сил пыталась мне верить но верил ли я сэр есть идея пойдем к тебе в комнату видит посмотрим спящую красавицу например вот именно почему спящий красавица принца у меня это страшная птица потому что она прикольная сама ты страшная птица классная уже наверное вопрос застал врасплох ладно давай посмотрим золушку что это было что высматривало меня лихорядочно танцуя под луной к оконному стеклу прижималась тьма что ж такое тьма 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 задолбали ее не обманешь старыми бабушкиными заговорами не проведешь предложив вместо себя ящик соломы и глины с обрезанными седыми волосами сейчас я сам собой поговорю подожди секундочку кайф 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 слушать этого наушников которых ты сам себя буквально не слышишь вот почему утром не совсем не хотелось смеяться на доли и это ее совой кто мог прийти к нам этой глуши мы ведь здесь ни с кем почти не знакомы вернее почти не с кем настырные какие из-за того что утренние гости пришли прямиком из леса особенно неуютно в прихожей зазвучали странные голоса подмывала спрятаться подмывала подмывала шкаф подтол за занавеску куда любит прятаться Оля ух вот это эффекты это наложенное эхо дублированная жесть к ногам словно гири привязали я поплелся в коридор а менты ухс два милиционера возвышались на пороге от них пахло морозом и тревогой мать завидев машина с мигалками обычно кривилась и ворчала хуже бандитов и в чем-то она была права но сейчас она выглядела несколько растерянным здравствуйте руба даже по званию мрачно кивнул тут мальчик вчера потерялся Вовой зовут глянь пожалуйста ты его не видел милиционер протянул мне фотографию вот это увидел рыжий паренек лет 8 не был запечатлен на фоне ковра он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался нет точно посмотри внимательнее где мне его видеть и я тут никого не знаю да и из дома то почти не выхожу а может видел в окно а может мимо пробегал или тащили ха 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 да у тебя ведь окна на лес в окно нет не видел ясно голос его был усталом а вот взгляд долгий невыносимо тяжелый он смотрел на меня так будто в чем-то подозревал его тень падала на меня я невольно сутулился под весом смутной вины наконец оторвав от меня взгляд милиционер бегло осмотрел прихожую лестницу и трещины на потолке который я почему-то до сих пор не замечал вы кстати как на новом месте попривыкли уже ах этот голос это озвучка помнится фалл 3 был еще совсем недавно да и не факт понемногу только вот дочка маленькая по городу скучает скучает значит из местных вас никто не беспокоит все хорошо спасибо но серые глаза милиционера вновь пились в меня отчего голова закружилась может вам помочь как-то да пойдем с нами мальчик мы сделаем из тебя милиционера но сначала тебе придется пройти испытания дубинкой я видимо к пересмотрел немножко я спросил не уверенно чтобы показать себя воспитанным мальчиком но просто скорее закончить неприятный разговор я вот стою и думаю вот это достижение ты малец на племеша моего похож кошмар какой шустрый парнишка твоих лет с такими же окулярами все книжками зачитывался детективами круто когда летом погостить приезжал говорит что в школу милиции мечтает поступить как я хотел людям помогать смекаешь? ничего мне стало неловко будто передо мной стоял не участковая а кто-то из дальних родственников ох ребятушки проваливайся отсюда сидите-ка вы лучше дома не ввязывайтесь ни во что жизнь сейчас совсем другая пошла и не говори голос матери был холоден мне ли не знать ну да ладно ты Антон в каком классе учишься? в шестом друзей ты на новом месте еще не завел? пока нет я только после каникул в школу пойду тогда вот вам на всякий случай мой номер звоните если если узнаете что милиционеры ушли унеся с собой тини запах дешевого одеколона и фотографию улыбающегося мальчика но его лицо все еще стояло перед его глазами я считал каково ему сейчас там совсем одному там почему-то я представлял лес качающийся на ветру каково его бедным родителям и что бы делали мои если бы пропал я плакали и бились в истерике или обвиняли бы друг друга как обычно а со временем и вовсе забыли мам а Вова этот в нашем лесу заблудился? выходит что так бедный ребенок я выглянул в окно на дорогу милиционерский уазик указал в деревне ковыряя расслоившуюся краску подоконника я почему-то решил вернее вспомнил племенники участкового тут же вспомнились детские детективы из серии черный котенок которые я сам прочитал за лето в них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела они искали улики шпионили за всякими подозрительными людьми а потом вернее после захватывающих приключений бац и раскрыли запутанное дело становились местными знаменитостями и должно быть родители ими страшно гордились я заметил оставленную милиционерами цепочку следов ведущую к лесу и тут словно щелкнул а почему бы не начать собственное расследование может найду пропавшего мальчика а там и награду дадут вот Оля обрадуется так награду же дадут не ей чё и радоваться то вернее что и не только Оля мама с папой а вдруг они наверняка забудут вернее вдруг они на время забудут про свои перепалки может мне даже удастся спасти нас от слова на букву r рот неважно одеваясь я фантазировал как куплю Оле Тамагочи себе плеер и много-много ленты магнитный а еще целую коробку киндер-сюрпризов когда в последний раз родители покупали нам игрушки осенью кажется тогда отец потерял работу ту самую которая спелась вернее которая пилась в навязчивой песне смотрят чем занимаются бухгалтеры считают деньги вроде раньше соседи завидовали нам теперь у родителей едва хватало на сладости и один шоколадный батончик папа делил поровну вот так вот нужно читать предложения которые разбиты одной запятой вернее мне и Оле бывало я отдавал ей и свою порцию как бы сильно мне не хотелось сладкого она же болевки не терпелось скорее отправиться на поиски улик и покричать кому-нибудь в наушник разбежался а ну-ка стоять чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили вот именно лес вон какой густой вообще капец сожрет а если мальчика звери дикие утащили или того хуже какие нахрен зверь ты больная какие нахрен звери рядом с человеком где школа есть деревня ты шо совсем ку-ку звери ты бы еще сказал Олеший выйдет из леса поздороваться того хуже пронеслось их им по коридору я рядом буду в лес не пойду я так песочница у двора что я тебе сказала мне дважды повторять ты че охренела ну давай запри его в подвале тогда зачем его выходить вообще а вдруг умрет задохнет забудет как дышать лучше портфель собери или соли поиграй действительно через секунду на кухне зашумела вода это означало что спор окончен последнее слово оставалось за матерью ну и бред а че а ну честно говоря это я вам читать не буду знаете как мы поступим с вами мы наверное бахнем сразу целый эпизод потому что мне катастрофически лень разбивать все это говно на 40 минут но кантовочки канцовочки я наверное не буду разбирать хотя ну если будет настроение в общем тогда завтра темная душная кладовка в ней лежал топор мама готовила что-то на кухне кажется я только что сложил два и два хе хе мать говорила что внутри пахлым ушами но откуда она в курсе как они пахнут ей ужасно не нравится когда я суюсь туда боится что порежусь о лезвие недавно заточенного топора а Олю вообще не заманить в кладовку она считала что там живет наркомания я как-то попытался вернее пытался побороть ее страхи открыл дверь включил тускую лампу смотри ничего там нет только паутина с узкие инструменты из царапанной стены но она не поверила а мне нравилось спрятаться в шкафу слушать как Оля считает снаружи три четыре пять и я иду искать и тебя топором убивай не придет скрипя половицами робко надеюсь что не придется соваться за мной в тесное логово страшилы что ж it's time to go во двор что ж ты какая тварь то а если я еще раз пойду ее надо как-то отвлечь иначе поругает и отцовского ремня всыпем обиди и сам всыпал только не отцовского ремня чуть похлище обмануть открыть обратно не будем рассматривать всю эту хрень как бы те кто видел эту хрень те молодцы да спор лакать матери было нелегко но иначе сбежать из дома не получилось там что-то с телевизором случилось у нас ломалось а картинка какая-то тусклая экран весь в полосах возьми отвертку она резко изменилась в лице дострелялся воток своих да говорила же посадите мне кинескоп своей приставкой кинескоп сел жалко конечно кинескоп год сидеть кинескопу ну ты там залог в него что-ли неси где мы теперь мастера найдем в дыре ты а вернее за него какого мастера мастера почему по сидению кинескопов что какой мастер может быть просто настройки сбились да наверняка сходи посмотри пожалуйста может ручку покрутишь и все пройдет ммм нормально же работал с утра действительно какая-то она странная то есть допустим хорошо у нее характер такой она кукушка поехавшая это мы уже давно определили как бы но суть не в этом она кидается на собственных детей ну то есть мальчик решил погулять а такая ах ты тварь маленькая охренел что ли сидит дома и уже готова избивать своего ребенка лишь бы он по улицу не пошел а тут на тебе какое событие сломал ребенок телевизор и она его даже не лупит она такая спокойно ну работал же с утра ну че что за херня алчи из-за снегопада наверное неполадки она вытернула руки о фарту к их мурис отправилась в комнату Оли а я открою холодильник нет на этом времени жаль я собирался поесть ну ой извиняюсь во двор так во двор да что ж ты будешь делать то наружу лезут чипсы я открыл калитку и вышел в поле осторожно чтобы мать не увидела меня из окон когда я преодолел половину пути до леса сугробы доходили до колен вспоминались ночные страхи примерно здесь я видел те силуэты здесь они кувыркались прыгали и хороводили музыка заиграла очень интересно при свете дня те далекие фигуры казались просто сном солнце испепелило кошмары но осталось послевкусие отдаленный звон в ушах изломанные тени ползущий передо мной по снегу и чуть слышный шепот почти ласковый было тихо так тихо будто в мире не осталось больше ничего ни земли ни неба ни родителей ни Оли больше перечислений я их так люблю охренеть просто великолепно вау никогда такого не было больше перечислений хм меня это начинает потихонечку раздражать в это время закончилось и уперлась тупик в чистокулы сусин да 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 еще больше давайте перечислений да нас же не доходит что тут время будто закончилось тупик уперлась тишина порой бывает страшнее криков родители кричали друг на друга и мы с Олей каменели прислушиваясь к перепалкам а потом наступила тишина квартира немела за несколько дней до нашего переезда я уже вспоминалась с трудом точно это было в прошлой жизни что когда-то мать с отцом шутили смеялись и проводили много времени вместе а когда целовались при воле она всегда морщилась и забавно фыркала в один день все изменилось нечто важное ушло из нашего дома а что-то страшное заполонило образовавшуюся пустоту словно вспыхнул пожар и родители среди ночи в попыхах собирали вещи спасая себя и нас но от кого не от тех ли людей что иногда появлялись в нашем прежнем доме людей с ледяными как у мертвецов глазами будто они во всем видели лишь клубки червей на черной земле а где-то далеко предупреждая о надвигающейся опасности подрывалась сирена я вздрогнул прогоняя на вождение и осмотрелся только я это белое поле и ветер что гонял по снегу ледяной пыли хвосты урыши через из-за солнца я смотрел лес где царил мрак на фоне белизны он был необычайно темным узловатые корневища змеились под снегом перелое листва и хвойные иглы мерзли в лед сухие колючие ветки переплетались навевая неуютные мысли о решетках защищают ли они лес или наоборот удерживают что-то внутри на одной из острых веток что-то висело увязая в сугробах я пробрался ближе к почти с самой границы леса и увидел вязаную варежку точно раненая птица среди изголодавшихся потемок может отнести ее ментам их старший хоть и выглядел угрюмо но напоминал мне капитана казанова из моего сериала вернее сериала улиц разбитых фонарей такой же полной тревоги с усталым взглядом но при этом храбрый и сильный поможет ли ему варежка найти пропавшего мальчика ВАВАН услышался далёкий крик кажется у реки ВАВАН словно сами деревья звали кого-то ВАВАН подхватили уже ближе там за деревьями кто-то стоял уронился Вова да Скорее всего, кто-то искал пропавшего мальчика, но все же было что-то странное в той фигуре. Ее неподвижность и в том, как она неестественно клонилась к земле. В ее черноте. Там никого нет. Лишь ветки и корни. Просто воображение. Где-то кромка захлопала крыльями птица. От дерева делилась тень и скрылась из виду. Я на секунду отвлекся, когда вновь посмотрел на то же место. Фигуры уже не было. Померещилось. Долго, очень долго стояла тишина. Как же долго идет эпизод. Жесть. Мускулы были напружинены. Какое интересное слово. Сердце грохотало в горле. Почти любой шум. Малейший намек на движение. Шепоток исчищу бы и я брошу сбежать. Но ничего не происходило. Я вновь посмотрел на варежку. Взять. Или убежать. Но я, к сожалению, не помню, что к чему ведет. Но ладно, возьму. Я принял решение снять одинокую варежку с ветки. Крик прокатился по полю и рассеялся вдали без эхо, без надежды на отклик. Шагнув ко щетинившимся деревьям, я попытался снять свою находку. Она не поддавалась. Я потянул сильнее. Выйто хруду уснула. Варежка с чавкающим звуком оторвалась от сучка и осталась у меня в руках. Несколько тяжелая. Мокрая. Я не больно сжал ее, и на снег тонкой струйкой полилось что-то темное. От сугробом заклубился пар. Какое... Я замер с отвращением, разглядывая ладони. Красные. Кажется, кто-то разлил варенье. Редко я так вторгся в наступившую тишину. Я бросился прочь. Кто-то мчался из темноты, ломая осенник, стремительно сокращая расстояние. Многие вязли в снегу, в голове метались мысли сейчас схватят. Тапают и утащут чащу навсегда, но был другой голос. Наверное, голос разума. Он придавал сил и ускорял бег. И сможешь не останавливаться. Позади раздался зверинный рыб. Такой громкий, что... Уши почти заложило. Казалось, речит не одна голодная тварь, а целая стая. Тянет ноздрями морозный воздух. И чует мой страх. Сверху захлопали два гигантских крыла. Огромная тень пронеслась над поляной. Что-то заухало, захрипело. Теперь уже рычали со всех сторон. Из сухого малинника, из-за перекрученных елей. Из-под бурелома. Быстрее. Беги. Не оглядывайся. Словно в дурном сновидении, снежная поляна стала вязкой, как отыдущие пески. Я топтался на одном месте. Вырывал ногу и зарыхлые ловушки, чтобы попасть в следующую, еще более глубокую. Я продолжал тонуть, погружался глубже с каждым отчаянным рывком. Разве снег умеет так держать? Я завопил из-за ужаса, сообразив, что это не снег. Что кто-то в сугробе схватил меня за штанину. Собрав все силы в кулак, я ринулся вперед. Давление исчезло, и ботинок выскользнул из ямы. Подошва оттолкнулась от твердой поверхности. Одним прыжком я достиг расчищенной тропинки и оттуда помчался к дому. Его угромый фасад уже казался враждебным. Дом был моей защитой от хлопающих крыльями теней, от ползущих под снегом существ. А мне нужно срочно проверить уровень сраной громкости. Ага, все ясно. Музон, ты охренел. Надо тебя немножко убавить, слишком орет. Ну-ка, орет ведь, тварь? Тварь, тварь, не ори. Я споткнулся, а порог и врезался в дверь. Давайте-ка я еще немножко убавлю. Ну, что-то совсем охренел. Музон, давай. Попыхах разочивание царапины, словно пес бил лапами по дереву, требуя, чтобы его пустили погреться. Хотя на прогулку я не заметил этих глубоких рыбин. Стук сердца в ушах. Что если оно? Они уже во дворе, а мать заперла дверь. За хлебой страхом я дернул ручку, та покорно поддалась. Я валялся в коридор и тут же захлопнул дверь. Доские крыльца тихонько запищали. У преследователя поднялись по ступенькам. У меня соскальзывали пальцы, никак не получалось защелкнуть замок. Стисну зубы я дернул железный набалдашник, загоняя запор в проемы планки. Я таращился на дверь. За преградой, тонкой жалкой, бесполезнее одеяло кто-то стоял. Криплое дыхание проникало в дом и накатывало волнами. Отчетливо пахло хвоей и потом. Мать выглянула из кухни и бесстрастным голосом, каким часто говорила с отцом, отчеканила. Что конкретно? Тебе не ясно? В просьбе не хлопай дверьми. Ты, маленькая тварь. Телевизор ломаешь? Охер. Дверью хлопаешь? Оказан. Я... я случайно. Я посмотрел на дверь. Запах исчез вместе с ним и дыхание, если там и вправду кто-то дышал. Здесь, в пяти метрах от матери, страх понемногу ослабевал. Таял, как снежок в тепле. А вместе с ним... И остатки сил. Ноги подогнулись. Я уперся в стену, чтобы не плюхнуться на пол. Вдруг мамино лицо изменилось. Ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела. Мать стала такой же, какой была до всех этих ссор. Она, наконец, увидела мое состояние, мое оледеневшее. Вернее, облепленное гроздьями снегом у крыши. Ты где был? Я тебе что говорила, а? Чтобы ты дома сидел. Понял ты, маленький упырь. Ну, вырвалась, вырвалась. Я и для тебя пустое место. Да. Я испугался, что она расплачется. Потянулся к ней, как в детстве, когда просился на руки. А мать успокоилась и вновь стала прежней. Глоса ее блеснули сталью. Голос зазвенел. У отца сигареты пропали. А это я. Признавайся, ты их стащил. Попудов. Курить бегаешь? Вот только что вернулся. Чувствуешь? Воняет прям. Специально без палочки курил, чтобы ты заметила. Там, там за мной кто-то гнался. Я думал, меня... Трахнут. Хе-хе-хе-хе. Пытаясь все объяснить, слезы поступили в горло. О, давай я тебя тоже обнюхаю. Мать склонилась и обнюхала меня по-звериному, выискивая запах табака. Там хмуро прищурилась и с недоверием посмотрела во двор. И тут же, изменившись в лице, прикрыла рот ладошкой. Гляди, вон же они. Прямо у забора. Ах, твари, такие курят. Цель-то лихорадочно забилась, будто я снова был добычей. Загонщики преследовали меня в поле, пытаясь спикнуть мне сигарету. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Я готов был поклясться, снаружи кто-то заскребся в дверь. Точь-точь, как в моем кошмаре. Кто-то тушил бычки, а нашу дверь. Мать поманила пальцем, а я кое-как, набравшись смелости, выглянул в кухонное окно. В лицо своему страху. А представьте, вместо собак там были бы такие мужики с сигаретами, такие. Кури-хе-хе. Квозь зимние узоры на стекле были едва различимы силуэты собак, барахтавшихся в снегу. Собаки! И вот и мелкосвора дворняк без имени и владельца, лишь издалека напоминавший о голодных страшил, живущих у кромки леса. Божечки, ты их испугался? Да они сами тебя перепугаются, Антон. Стая? Нет. Стая не испугается маленького мальчика. Подойдет? Да. Понюхает? Да. Рычит? Да. Раздерет? А. Но никак не испугается. Они гнались за мной, словно за зайцем. А. Он уже ассоциирует себя с зайцем. А. Вдруг они бешеные? А. Действительно. Улыбка медленно исчезла с лица матери. А теперь она смотрела по-другому, словно впервые видела этих собак. А. Если они нападут на волю. Ах, вот из-за кого ты переживаешь. Вернее, из-за кого ты переживаешь. Все понятно, все понятно. Мам. Вот бы твой отец их всех перестрелял. И тебя заодно. Мама. Они живые. Вот именно. Да, свора собак. Но убивать-то их зачем? А что? Они чё? Вот давай тебя перестрелим. Чё? Ты с чем лучше этих собак ты? Ходишь в посуду моешь, что ли? И что? Что это меняет вообще? Ты уж определись, они тебе друзья или враги? Нейтралы. А. Утик нейтралы. Отстань. Не маленький ведь уже. Мать хмыкнула, а мне сделалось ненаносимо обидно. Да так, что я прикусил губу и уставился в замкнутые паущими... Паутинами угол. Отстаньте от меня. Сычек из меня никудышный. Рисковал я жизнь... Вернее, рисковал я не жизнь, а перед чудовищными монстрами. А своими брюками перед блохастой шайкой... Сраных дворняк. И ради чего сдалась мне эта варежка? А, точно. В руке чавкнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика, с которой, как оказалось, я не расставался все это время. Вот мой козырь настоящего детектива! А я поспешил предъявить улику матери. Мам, смотри, это Вовина варежка. Кажется, ее кто-то обоссал. Ну того, про которого утром милиция спрашивала. Она вся в крови. На дереве висела. Вон там могу показать. Да-да. Давай в милицию скорее позвоним. Как нас участковый просил. Ага. Мам, гляди! Ну смотри же, что ты не смотришь, что тварь. Фу. Э-э-э. На скривившемся мамином лице появилась тень недоверия. Словно воспоминание о чем-то давно забытом. Как люди пытаются вспомнить сон, но образы ускользают. А ну-ка прекрати сейчас же. Маленький паршивец. Слушай, сюда ты, маленькое говно. Оля тебя услышит, с ума сойдет. Она и так не спит. На все подряд жалуется. Она жалуется не на все подряд. Если бы ты, женщина, с цепочкой на шее слушала свою дочь, то ты бы слышала, что жалуется на насраную сову, которая ее донимает. Проверять? Пффф. Зачем? Скажем, что это просто сон. Это ведь наверняка был сон. Еще и ты со своими шуточками. Какими шуточками? Опа. Теперь я видел, что мокрая варежка была. Из-за снега. Никакой крови. Из-за стыда я пытался провалиться под землю. Иди сюда, паникер. Но не получилось. Да не стой столбом. Вот, таблетку на. Быстро пей. На мою ладонь упала золотистая пилюля, напоминающая мертвую осу. Я уже пил сегодня. За завтраком. Поприрекайся мне еще. Поприрекаюсь. Пипит она охренела. Сказала дома сидеть. Нет же. Какая тебе разница? Лучше у ребенка погулять. Встретил собак, побегал от собак. Типичное вообще положение ребенка. Был бы отец, выпорол. Тебя. Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь. Тебе ведь в школу завтра. Ага. Пришлось проглотить горкое лекарство, запив его не менее противной водой с привкусом хлорки. Может, это была и не его вина рукавица. А может, и не рукавица вовсе, как и чудовище из леса. Сова Оли. Что это? Наркомания? Оу. Что происходит? То ли таблетка подействовала моментально, то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх. Пришло спокойствие. Зеводное безразличие. Антон, выпил? Можешь, если захочешь. Он вообще может, если захочет. Так что ты аккуратней. С елой, которая лежит. На ступеньках. Раздевайся. Уснул, что ли? О. Ты полегче? Нет, мам. Просто задумался. Интересно, о чем же? Так. Глупости всякие. Мать смирила меня подозрительным взглядом. Словно сомневалась, что перед ней родной сын. Вернее... Хотя, да, все верно. А не какой-то притворщик, явившийся из леса. Все нормально. Ты поешь ребенка, скорее всего, либо нейролептиками, либо транквилизаторами. Ты спрашиваешь, все ли у него нормально? Это у тебя не все нормально. У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил. Какое? Все нормально, мам. Лицо испуганного ребенка? Хорошо. Да не очень. Дом будто изменился. Потускнела диванная обивка. На кафеле в ванной отпечатались следы чьи-то пальцев. Вернее, чьих-то пальцев. Лампочки светили иначе. Тускло и желтое. Даже привкус слюны во рту оказался другим. По второго этажа послышалась мелодия Аладдина. Оля пересмотрела свои любимые серии «Русалочки» и переключилась на другие. Магнитные ленты. И они спешно разделся, задержался перед умывальником, разглядывая в зеркале свое отражение, словно изучая Ребус «Найди отличия». Потом поднялся по лестнице. Умолкли голоса Джафара и Яга. Я прошел мимо Олиной спальни и юркнул в свою комнату. Что тут есть у вас? Ага, как много всего. Днем лес не казался таким мрачным. Прикрученные метли деревьев далее в заснеженном поле между домом и лесом нагоняли зевоту. Но иногда я ловил себя на том, что забыв про уроки, смотрю в окно на обледенелые кроны. Но нет, ящик стола. Один из ящиков стола пустовал. Туда я спрятал варежку. Насколько я помню, осмотры каждого глазика ни на что не влияют. Влияет только определенный выбор. То есть даже не каждый. И по-моему, вот эта вот варежка, это как раз-таки был не особо важный выбор. Хотя, может быть и нет. Такое простое действие отняло у меня последние силы. Я сел на кровать. И только тут увидел, что за шторкой кто-то стоял. Моя рука бессиленно упала. Лекарство-то оно... Лекарство тому вино или пережитый стресс? Но комната колебалась, словно ветер надувал стены, как парусину. Углы плыли и изгибались. Только силуэт между подоконником и гординой оставался недвижимым. Ткань облепила притаившегося гостя. Точно, Саван. Решил тогда я... Оля? Кому же еще там стоять? Я встал с кровати, облезал пересохшие губы. Поднеслась эротика. Оля, очень смешно. Силуэт не шевелился. Штура мягко обтекала контуры. Будто не человек, а уплотнение мрака. Я потянулся к шторке. И было бы здорово, если бы сзади раздался голос улей. Тук-тук. Стучало отрегулированное таблетками сердца. Ветер в поле. Пил стоголосым хором. На секунду я собирался вернуться на кровать, лечь и просто смотреть на человека за шторкой. Будучи в курсе, что он смотрит в ответ. Смотрит, не моргая, и ждет, когда ты уснешь. Пластмассовые кольца зашуршали, а как... Сю-сю-су-сат, это что ж ты будешь делать до сегодняшнего дня? Надо передохнуть. Пластмассовые кольца зашуршали, а карниз, когда я рывком отдернул шторку. Коша! Попался! В носу ковырялся. Да я сразу понял, что это ты. Ну как бы, да, так заметно. На фоне предзакатного солнца над головой Оли вспыхнул нимб. Словно моя сестра светилась. Когда Оля была совсем маленькой, отец часто говорил, что она светится из-за радости. Я возражал. Она же не фонарик, чтобы светиться. Но однажды он поднес ее к окну, и солнечные лучи попали на улыбающееся лицо. Казалось, я держу на руках ребенка сутканого света. А я все видела. Что видела? Собак видела? Да ну. Что ты спрятал? Куда спрятал? А, она проснул. Вылитая маленькая мать. Еще до того, как она нацепила эту маску, тоскливая усталость и перешла на прикосной тон. Ничего, просто... Коля подбежала к столу, спросила округлив глаза. Ты что-то украла, теперь прячешь? Ну да. Свистнул денег у бати и Сиги тоже. Что ж, его все обвиняют вовсю. Ты вор? Ну надо наверняка. Что глупое? Это что, кстати, заяц? Вот это вот внизу. Можно это как-то скрыть? Автомат это, конечно, прикольно. О, закрывается? О, да. О, так она в платье с зайцем. Ясно, ясно. Ничего я не крал. Эх, жаль. Может, все-таки можно? Нельзя. Варежка, висящая на суку. А вдруг я ее украл? У леса, у склонившегося силуэта за деревьями. Уля когда хотела, могла быть капризной и напористой. Покажи тогда. Да. Смотри. Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажу. Оля заговорчески улыбнулась. Клянусь маминым сердцем. Эх, чего не жалко, да? Клятва услышанная ею в старом фильме про пионеров, что мы смотрели однажды. Да? Это про пионеров, не про фильм. Не говори так. Почему? Оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый замок. Любопытство переполняло ее, плескалось в огромных глазах. А создатели этих строчек очень любят перечисления. И вот опять я выдвинул ящик, и Оля наклонилась в это ее дыхание. Казалось, там лежала не просто рукавица, а какой-то диковинный зверек. Ну да. Она сказала это с такой интонацией, будто сама не была в курсе, что это такое. Один мальчик потерял. И сам потерялся. И те, кто его искал, потерялись. И вообще все потеряно. Все потеряно. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям. Ему, наверное, там очень холодно. Да! Тащи шарф, пойдем согревать. Его найдут? Да нет, конечно. Обязательно. В смысле, обязательно? Его сожрал гараж. Кто его уже найдет? Никто его не найдет. Участковый по домам ходит. Всем фотографию его показывает. Оля с опаской прошла по комнате и впечатала в оконное стекло ладони. А почему он по домам ходит, а не по лесу? Потому что дебил. А потому что наркоман. Боится? Ну да. Тоже вариант. Вопрос застал меня врасплох. Ничего не боятся. Да, всего они боятся. И лес они прочесали. Почесали. Они прочесали. Как же. Как же. Мелькнуло за туманиной голове. Проверяли ли они в самых потаенных уголках, где тьма, холод и шепот обледенелых ветвей? Кто-то там делают. Кто-то не дописал предложение. Допустим, да. Но почему тогда не нашли варежку? Или она появилась позже для меня? Я сменил тему. Словно попытался отвезти Олю подальше от чащих. Я сам найду пропавшего мальчика. Нам, может, награду дадут. Угу. Кино покажут. Кучу всякого. Как в поле чудес. Клево же. Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила и буравила лес взглядом внимательных каких-то удивительно взрослых глаз. А что, если это сова его утащила? Не исключено. Но. Все-таки его съел гараж. На черной-черной улице. Ерунда. Не может сова поднять человека. Может. Это может. Но вот что. И очки еще носят. Я тщательно подбирал слова, вытаскивал их силком из переутомленного мозга. Ты влез не суйся. Мне кажется, он какой-то, как бы сказать, проклятый, что ли. Как в сказке? Ага. Нет. Скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Какой? Надо посмотреть. Оля поежилась и украдкая выглянула в окно. Я видела, как ты убегал. Ты че? За тобой кто-то гнался? А ты же видела, как он убегал. Ты не можешь сказать, гнался за ним кто-то или нет? Нет. Просто, чтобы мама не волновалась, спешил домой. Ага. Я посмотрел на сестру, и сердце обливалось кровью. Зачего же она хрупкая? Как легко погасить этот свет. Подует ветер и затушит лампадку. Хорошо тебе. Че это? Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Да она вас обоих в подвале запрет. И не выпустит. Как принцесса в башне сижу. Никуда не могу выйти. Кошмар. Так и умру тут от скуки. Берешь Берешь Ногу Берешь Руку Открываешь дверь Выходишь И все. Это же так просто. Ну и кричат, и че? Пусть кричат. Какая разница? Не придумывай. От скуки еще никто не умирал. А вот это ты зря. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. Да сколько раз она эти мультики уже видела. Ты у нее в печенках сидишь. Знаешь, что бы я загадала на следующий день рождения? Новый мультик. Чтобы родители тоже в детей превратились. И мы бы все вместе играли. Как раньше. Ага. А если бы они стали размером с жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. Ну я хихикнула и потянулась. Вернее, потянула меня за рука. Ноша, пойдем Маладина смотреть. Пошли. Усталость была сильнее. Желание побыть сестру. Меня одолевало какая-то гнусная апатия. Вымытался я. Что-то не хочется. Ну пойдем. Пошли, че ты поспишь? Мне скучно одно, а мама занята все время. Вот именно. Выпендриваться. Можно выбрать другой мультик, который ты еще не видел. Зачем? Да я все наши кассеты наизусть знаю. Вот именно. А вот и не все. Ты Питера Пэна не видел. Да ладно. Ты что уснул на середине? А, ну отлично. Отлично. Уснет в начале. А там потом такое? Что-то наверняка. Пойдем. Пойдем. Давай попозже. Рассказать тебе, чем все закончилось? Ээээ. Куда? Какие спойди? Что за козыри? Пошли. Утром расскажешь. Утром не захочу. Контраргумент. Придумала. А давай в прятки. А, пушка. Прячется за занавеской. Нет, Оль. В смысле нет? Ты что? Ты что? Два таких шанса поспать просрать, это, конечно, да. Это мощно. Тогда нарисуй мне динозавра. Вот. Оля, блин. Нарисуй, нарисуй. Оладушек. Доставь ты меня в покое. Ух. Слова сами сорвались в губ. Я даже опишу. Прежде я так не прикрикивал на сестру. Ошеломленная Оля уставилась на меня. Губы задрожали, предвещая неминуемые слезы. Гадливость, гадливость и стыд заклокотали в груди. Что со мной происходит? Я заспешил опередить плач Улей. Ладно, болтала. Давай смотреть мультики. Только недолго. Уже не хочу. Ну и жаль. Так, Ю. Я подошел к ней и положил ладонь на мягкие волосы. Пойдем. Питер Пену посмотрим. Ага, ты опять уснешь. Да. Я улыбнулся, поднял ее подбородок. Глаза были мокрыми и бездонными. Я усну, обещаю. А потом я тебе целого трицератопса нарисую. Ура! Да! Три-пик! Три-пупса! Три-пир! Цирис! Ну, почти. Она протерла рукавом глаза и засияла улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенки с хлебом. Чего просить-то? Бери. Только утром свежие привезли, как ты любишь. Ммм, пушка. Неси, только аккуратнее, а то разольешь. Помнится мне. У нас тоже был свежий хлеб утром. Его возили на УАЗике. И продавали прямо из машин. Гигиенично. Оля исчезла в дверях, а я поплелся в соседнюю комнату. Включите телевизор, предлагают мне. Я не помню, где заканчивается сраный первый эпизод. К сожалению. Но время уже поджимает. Поджимает ведь? Да, час тринадцать уже поджимает. Давайте, ребятки, тогда... Я пытался, честно, записывать по эпизоду. Но вы видите сами, оно идет долго. Поэтому, поэтому мне нужен сейв, во-первых. Сейв. Здесь. Наверное, все-таки здесь, да. А продолжим мы с вами в следующий раз. Ну, а пока что... Такие дела. Субтитры сделал DimaTorzok